...поприветствовать верховные советники компании Сель Парфюм, Гидар, Диана и Гидар. Это не просто традиция. Сейчас я собрала все ваше внимание. Он обладает звук колокола, обладает совершенно уникальным действием. Он гармонизирует пространство. Вот что нам нужно было сейчас это сделать. Чтобы все, естественно, жизнь, это сложная штука, чередуются и сменяют друг друга разные события. И мне очень хочется, чтобы все, что тревожит и беспокоит на какое-то время, осталось там за дверью, чтобы сегодня мы настроились на общий вклад и очень плодотворно поработали. Поскольку времени у нас мало, у нас всего один день, мы будем работать очень динамично, в очень таком режиме сжатом и рабочем. Поэтому очень большая просьба сразу. На перерыве мы отправляемся очень организованно и также организованно возвращаемся, не задерживая друг друга, дабы мы успели вместить сегодня всю нашу программу. Если какие-то появляются вопросы, мы будем обращаться в зал. Большая просьба реагировать на наши вопросы, отвечать, говорить то, что думаете и чувствуете, а не отвечать, стараясь угадать правильный ответ. Нам нужны ваши ощущения, мысли и чувства. А если какие-то вопросы появляются к нам, пожалуйста, пишите, чтобы их не забыть, и передавайте нам. По ходу будем изучать, для того, чтобы вы сегодня услышали ответы на те вопросы, которые не прозвучат в нашем сегодняшнем рекламенте нашего семинара. ...коммуникаций и социальных сетей. Бизнеса без границ, доступного миллионам людей на земле. Бизнеса, в котором может преуспеть каждый, кто не ленив и кто не дурак. Все, это главный критерий. В крупнейших американских городах провела соцопрос. Вопрос был один. Клиентам, которые купили наш продукт, их продукт, задавали этот вопрос. Почему вы стали нашим клиентом? Единственный вопрос. Почему вы у нас купили наш продукт? И когда они переработали более десятки тысяч ответов, подавляющее большинство, а их было около 80%, ответы были такие. Не знаю. Может быть парень был хороший? И личность продавца лично. Не знаю, почему я у вас купил или купила. Может быть парень был хороший. Вот и все. И вот когда мы проанализировали этот соцзапрос, мы поняли, что когда мы очень сильно давим на левополушарные тактики и технологии, это все важно. Слышите часто от дистрибьюторов своих или может быть сами, я уже стоптала три пары обуви, хожу, клиенты не покупают, я всем предлагаю, тестирую с утра до вечера, но больше чем 100 баллов сделать не могу. Или там 50 баллов. Бывает такое? Так вот парень хороший, это профессия в нашем бизнесе. Надо уметь быть хорошим парнем или хорошей девушкой, как хотите называть. От этого зависит 90% решений людей, купят или не купят. Все. Но уметь продавать, уметь знать продукт и вот то, что мы говорили, 20% это очень важно. Следующий человек, которого мы сегодня очень хотим в самом начале, и мы будем много еще к нему возвращаться, это Джим Рон. Я думаю, что Джима Рона знают здесь больше, чем Фрэнка Бетчера. Да? Да. Кому не знаком Джим Рон? Познакомьтесь. Это Джим Рон. Он уже умер пару лет в продаже. Чем нам важен этот человек? Этот человек сказал, что та компания может считаться продвинутой, в которой есть продвинутые лидеры. Это тот человек, который вывел компанию Гербалай в свое время и сделал ее номер один в мире. Даже не президент Марк Хьюз, даже не команда лидеров, а этот человек, который являлся главным стратегом и идеологом, компании Гербалай на протяжении многих лет. Это человек, который разработал систему мотивации и обучения лидеров компании. Больше того, посмотрите, в разные годы этот человек разрабатывал идеологию и стратегию развития таких компаний, как Coca-Cola, IBM, Xerox, General Motors. А именно идеология является первым законом менеджмента. Мы будем говорить, у нас есть отдельная тема, потому что их целых 12 законов менеджмента. Мы их обронили, переложили, конкретизировали к сетевой менеджменту. Но первым законом является наличие идеологии. А это значит, что главная задача нас, как лидеров, главная задача любой компании – формировать лидерский пласт, формировать большой, мощный корпус лидеров, профессиональных лидеров. Мне хотелось, подожди, не переключай, пожалуйста, добавить это еще на предыдущем слайде. Несколько еще штрихов к портрету лидера. Мы говорили, разные были варианты харизма, авторитет. Кто такой лидер? Вот немножечко хочется сейчас это подчеркнуть. От английского как? Кто ведет за собой. Молодец. Кто? Не вижу, сказал. Ведет. От английского глагола «лидер». Вести лидер – это тот, кто ведет за собой. Лидер – это тот, кто меняется немножечко быстрее, чем окружающий мир. Если вы меняетесь очень быстро, люди, которые идут за вами, они не поспеют. Если вы отстаете, все, вы залипаете. Вы никого уже не можете привести. Главное, что ваши люди будут развиваться быстрее вас, они уйдут от вас. Лидер – это тот, кто управляет обстоятельства вами. Они поступают под давлением обстоятельств. Либо вынуждены поступать под давлением обстоятельств, либо у вас рука на пульсе, и вы ими управляете. Следующие люди, о которых мы хотим очень с благодарностью сказать, всегда мы их вспоминаем. Это Владимир и Валерия Дубковские. Это наши отечественные лидеры, которые в свое время создали большую дистрибьюторскую сеть с многомиллионным оборотом. И потом, после этого, создали свою собственную сетевую компанию. И после этого создали свою собственную академию, обучающую академию. И назвали ее «Академию системного бизнеса». Они являются авторами многих бестселлеров, и многие из вас их наверняка читали. Такие как «Блестящий шанс», «Ключ богатству», «Продажи – это просто», «МЛН – точка невозврата», «Нектар для души» и многие другие. В частности, фраза, что в этом бизнесе может преуспеть каждый, кто не ленив и кто не дурак, принадлежит Владимиру Дубковскому. И в контексте нашего сегодняшнего семинара хочется отметить другое, что Дубковский сформулировал здесь, на постсоветском пространстве, принципы системного обучения и принципы отношения к обучению вообще. И вот нам они очень важны. Он сформулировал «Круг неудач». Можете его себе зарисовать, да? Здесь видно, да, что там внутри кое-как? А так видно? Смотрите. Приход в «МЛН», да? Нет денег у человека. Куда идем? Нет денег на свой собственный бизнес и вложения большие, да? Приходим в «МЛН». Жалко денег на обучение. Очень часто мы слышим. Я еще не заработал на книжку, я еще не заработал на семинар, я еще не заработал на какой-то специальный тренинг. Мне это не надо. Я пойду еще попродаю, я пойду еще чуть позарабатываю. Где там? В результате плохие результаты в бизнесе. Уход из «МЛН» и опять нет денег. Круг замкнулся. Опять идем. Что мы обычно люди говорят? Плохая компания, плохой продукт, плохие спонсоры, плохое государство и так далее, и так далее. Находим другую компанию, приходим в другой компании. Что? Ребята, надо купить книжки, нужно купить гид по продукции, нужно посетить семинар, нужно послушать спонсоров, нужно послушать тренеров. Нужно начинать что-то делать, учиться, надо выходить в поле, учиться вместе со своими наставниками. Жалко денег на обучение. Мы же уже это проходили, я это уже все видел, мне жалко. Опять плохие результаты в бизнесе, опять уход из «МЛН», опять нет денег. Виноват, виновата компания, продукт, бизнес, спонсоры. Ищем третью компанию, пятую, десятую. И так до того момента, пока может быть не стрельнет. И тогда мы получаем спираль успеха. Приход в «МЛН», вложение в свое собственное обучение. Это единственное вложение, которое здесь важно делать. Как результат рост структуры. Результат роста структуры, увеличение объемов, рост доходов. Опять понимаем, что это работает, вкладываем деньги в следующее обучение. Едем на следующий семинар, на следующее мероприятие компании. Находим какие-то специальные книги, литературу. Слушаем спонсоров, посещаем школы. Опять растет структура, опять растут доходы. И так это уже идет по... Система нашего бизнеса «Сиэль» распределяется на несколько блоков. Первый блок – это система потребления продукции марки «Сиэль Парфюм». Это стопроцентное потребление продукции марки. Пять минут. Можно я этому делю? Давайте вместе с вами посчитаем. Являемся мы с вами потребителями и дистрибьюторами «Сиэль Парфюм». Не являемся мы. Каждое утро заходим в ванную полную. Как минимум 2-3 раза в день. Мы там моемся? Скажите, вы давно стали замечать, что куда-то делось твердое мыло? Мы гель для душа, жидкие все эти варианты, все эти наши пасочки из Баншу. Скажите, сколько в вашей среднестатистической, в вашей, не ваших людей, в семье вы просто в среднем потребляете, что у нас? Шампунь, бальзам, гель для душа, интим-гель. Это то, что в ванной комнате, я просто то, что у себя наблюдаю. Плюс маска, как минимум. Аромагель, бальзам, смотрите, ну где-то, ну пусть даже 5-6 позиций. Это реально? У Сереги 10, но красавец. Среднестатистической семье, это нормально? Существует марка «Сиэль» или не существует? Люди все равно это где-то покупают. Мы можем сказать, что в год этих надо умножить как минимум на 4. То есть где-то 24-25 единиц баншу нужно на год каждой семье. Аллочка, я тебя попрошу, сколько это в баллов? Ну в среднем 4. 100-150 баллов только баншу. Муж, жена. В среднем 2 парфюма мужчине. Ну вот самый скромный, вот как я такой, я очень эвактивный. 2 парфюма мужчине. Ну, 4-5 женщине. Сколько это баллов? Скажите, это нормально? Я не говорю, что это там просто суперлидер. Но это нормально в год? 2 мужских флакона и 4 женских. Но это очень минимум. Ну это уже, ну для очень бедных. Правда? Еще сколько? Еще 78 баллов. Минучку. Да, но ты знаешь. Ты же Верховный Советник. А мы еще тут не все Верховные Советники. Мы хотим посчитать. У тебя 400, а у нас может 600 сейчас. Смотрите, что получается. Вошли 2 новые линии кремов. Женщина пользуется декоративной косметикой. Хороший вопрос, который вот сейчас Диана должна была задать. Я быстро. Женщины, вы покупаете себе новую помаду или блеск для губ? Когда она закончилась? Когда предыдущая. А почему и когда? Потому что хочется новый цвет. Как вы думаете, только наши дистрибьюторы так делают? Нет. Я думаю, что абсолютно подавляющее большинство потребителей на рынке хотят себя побаловать и купить себе как минимум блеск для губ раз в неделю. Ну, хорошо, 2 раза в месяц. Просто так. Помадку, блеск для губ. Опять же, пудра. Лаги. Тональный крем. Ну, это минимально, правда? Нет. Румяна. Ну, это только я слышу от своей жены, женщина, которая выходит на улицу без макияжа, как голая. Или вы тоже такое ощущаете? Значит, все нормальные женщины это где-то покупают, даже если мы им об этом не говорим, что есть продукция в марке Си. Правда? Сколько это еще баллов? Так вот я сейчас насчитал. Еще баллов 100. Согласны? 200 плюс 100 – это еще 100. Теперь пошли. Косметику же вечером надо снять. Кроме меня все снимают косметику? Тоник нужен, молочко нужно, дневной, ночной крем нужен, специальный уход нужен. Крем вокруг глаз. Вот, Людочка, молодец. Крем вокруг глаз даже я сегодня утром себе нанес. Я уже без него не могу. Крем. А, мужчина же еще и бреется иногда. Посмотрите на Сережу. А после бритья чего наносили? Как всегда. Крем после бритья. Вот. А, кстати, крем после бритья – это реальная бомба. Вот лично мне хватает одного на полгода. Он очень концентрированный, но два на год. И я думаю, что… Я просто не люблю бриться. Кто бреется чаще, наверное, 3-4 раза на год. Итого мы выходим где-то на 500 баллов. Согласитесь? То есть вот так вот легко мы пробежались. А подарочки? Ногти. Ногти. А, ногти, конечно. А, конечно, утром мы покрываем одним цветом, вечером – другие, потом настроение. А еще ноги, а еще руки, а еще диканты и шея. Мы же себя любим. А есть? Да. То есть 500 баллов, вы со мной согласны? Я не придумал. А ну-ка разделим мы эти 500-600 баллов на 12 месяцев. Я вот здесь написал, и вот какой вывод сделал я. И он меня очень сильно возбудил, этот вывод. Дистрибьютор, заключивший контракт с компанией «Сель Парфюм», регулярно, не делающий 40 баллов, покупает нафиг эту продукцию у конкурентов. И работает на низу другого человека. Мыться-мориться, макияж наносит, смывает, кремом пользуется. Почему собака покупает у конкурентов? Зачем контракт? Зачем контракт заключать? Извините, что так может быть излишне жестко. Я это говорю только с той точки зрения, зачем выкидывают люди деньги? Но не выкидывайте деньги на контракт «Сель Парфюм». Идите, купите там. Но если потратили деньги, так пользуйтесь замечательной продукцией. До 50 баллов это не продажи. До 50 баллов это потребление. Давайте определимся. Вот берете распечатку в конце месяца. У кого нет 40 баллов, задаем один вопрос. Ну зачем ты ходишь в конкурентов, покупаешь? Покажи, может у них лучше, может ты просто не знаешь как. Я тебе покажу. Ну не ходи ты в эти магазины, там дерьмо. Но беру назад. Не всегда. Не всегда. Я просто хотел сказать, что давайте не будем позволять нашим дистрибьюторам и клиентам пользоваться левыми вариантами. Но если они пользуются где-то в другом, зачем заключать контракт было здесь? Еще раз прошу извинения за излишнюю эмоциональность. Просто для меня это... Я когда посчитал и посмотрел, и посмотрел вот, кто делает у меня меньше 40 баллов, я им сейчас задаю вопрос, зачем ты заключил контракт? Почему я это говорю? А зачем нам с вами тратить на этих людей время? Они сжирают наше с вами время и энергию. Мы лучше эти время и энергию будем тратить на тех, кому нравится продукт, кто хочет этим пользоваться, кто хочет это продавать и строить на этом бизнес. Зачем нам с вами случайные люди? Не нужны нам случайные люди. Давайте делать серьезный бизнес. Может излишне эмоционально, например. Это относится к тем, кого мы рассматриваем как партнеры. Это не значит, что нам нужны, конечно, как потребители, но мы тогда и воспринимаем его, и уделяем ему времени ровно вот столько, сколько заслуживает потребитель. А тратить время на чек и рассматривать его как партнера, если он не делает даже 40 баллов, или если это стоит вам каких-то больших затрат, там временных усилий, позвонить, убедить, договорить без месяца в месяц, это не партнер. Вот это просто потребитель, и тратьте время на того, кто... Критерий, это критерий. Я уделяю тебе внимание и время как наставник после того, когда ты перестанешь покупать у конкурентов. Вот и все. А откуда ты знаешь, что я покупаю у конкурентов? Ну, у тебя всего 20 баллов. Невозможно делать 20 баллов, значит, ты берешь у других. Все. Это вот такой вывод. Следующий этаж, это... А те, которые не моются, нам вообще не нужно. Этаж второй. Система, вторая система. Система продаж продукции СЕЛ на рынке. И как вытекает это из первого, прямые продажи, это личный объем в месяц, это от 100 баллов и выше. Вот это я понимаю, что партнер показал себя, что это не только для себя и не только на подарки близким. Человек реально пытается выходить на продажи, что-то делать. Он реально продает. О продажах чуть позже. Здесь понятно, да, со вторым системой? Потребление, продвижение. И третий этаж. Мы сегодня полтора часа потратим на конкретно систему продаж. Третий этаж. Привлечение новых партнеров. Это система презентации. Бизнес-возможности. Система подписания новых партнеров, новых дистрибьюторов. И здесь очень важный акцент хочу сделать на слове система. Это все система. Система в потреблении. Система в продаже. Не иногда вышел, что-то поделал, а регулярно. Система – это регулярно повторяющиеся действия. Какие-то четкие, конкретные, определенные действия. В качестве картинки. Представьте себе, что вы в лодке. Для того, чтобы вам в этой лодке двигаться вперед. Что вы будете делать? Вы возьмете весло. Сразу вот ноги показали в это движение. Возьмете весло и будете грести. Представьте себе, что зачем мне два весла? Буду грести одни. По кругу. Движение? Нет. Какие-то хаотические действия, которые не приведут к тому результату, который нужен. А усилий можно затратить много. Можно так энергично грести. И ничего в итоге не получили. Презентация – это основной и самый эффективный вид деятельности в сетевом маркетинге. В любой компании. Публичные презентации. Есть два вида презентации. Личные и публичные. Встреча, тет-то, тет – это личная презентация. Проведение и организация публичных презентаций – самый эффективный и результативный вид деятельности. Вот это важно усвоить, этому мы посвятим в свое время целый рабочий день в рамках семинарской или академической программы однозначно. Как организовать и провести успешную презентацию с тренингами, то есть мы будем отрабатывать здесь конкретно на месте, проводить успешные и эффективные презентации. Ну и четвертый этаж этой строительной системы, это система обучения и мотивации дистрибьюторов, это уже передача навыков, научился сам передать другому. В какой правильной дозировке должен быть этот коктейль обучения и мотивации? Вот это тоже очень важно. Просто намотивировать так, что у человека внутри все взрывается и загорается, и где-то там сдвиг происходит, и он выходит и горит, и не знает, что ему делать, потому что профессиональных навыков ноль. Потому что личностные это все, не отработано это все на эмоциях, результат будет слабый. Потому что мотивация, она действует еще, смотря какая мотивация. Есть мотивация огнемет, когда прошлись, зажгли, все горят, вышли, мозги, крыша съехала, на каких-то эмоциях побежали, что-то поделали. Там получилось, там не получилось. Вот это очень, я не могу сказать, что мы не любим этот способ, но он эффективен на больших залах, больших аудиториях. Когда оно работает, в небольших дозах. Вот, поэтому другой вид мотивации это спичка. Это когда вот вы собираете все, чтобы развеечка сделать. Огромное количество людей, порядка 90% людей испытывают вот этот дискомфорт при слове продажа. Тем более, люди более старшего возраста, когда раньше, как это все позиционировалось? Спекулянты, да, 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 все это барыжо, все очень так клеймили, очень жестко. И совершенно это впитывается под корпусом, это очень сложно избавляться. Избавляться вообще от любой программы сложно. Я бы даже сказала, невозможно. В нашем мозге есть кнопки «Делит». Это можно только заменить. Одну программу можно заменить на другую, одну установку можно заменить на другую. Давайте будем заменять. А у нас есть два. Давайте попробуем заменить. Посмотрите, давайте попробуем посмотреть на слово «продажа», процесс этого действия. Немножечко с другой стороны, с другой позиции. Я очень хорошо помню свои ощущения, когда я только заключила контракт. Мне это казалось просто вообще чем-то невероятным. Как я пойду? Куда я пойду? Кому я это буду вообще принять? Что с этим делать? Как это едят? И вот первое, к чему я пришла. По образованию я филолог. Русский язык, русский, английский, литература. Я хочу сейчас вот такой момент. Напишите, пожалуйста, у себя слово «продажа». Уже не могу. Уже не могу. Даже не «продажа», а «продавать». Глагол, чтобы это был глагол. Напишите слово «продавать». И теперь скажите мне, какой у этого слова корень? Основная часть слова. «Давать». Ты совсем не высоко написала? «Давать». 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 Вы понимаете? А вот эта часть слова, которая называется «приставка», семантическое значение приставки «проусиление». То есть «продавать» — это умение давать. Важно это делать так. Это просто другой взгляд. Это просто другой подход. Если вы сидя смотрите на меня, вам кажется, что вы имеете одно представление о моем росте, да? И если вы находитесь далеко. Если вы подойдете поближе, станете рядом, оно уже будет другим. Правда? В зависимости от того, насколько ближе, дальше, с какой стороны. Так вот, давайте посмотрим на этот процесс по-другому. Чемпион и продаж. Что такое вообще чемпион? И кто им может быть? Чемпионы — это лучшие. Это те, кто умеют это делать лучше всех. Скажите, чемпионы в спорте, в любой области. Лучшие музыканты, лучшие спортсмены. Он вот так вот родился, да? Подошел, сел к роялю и сыграл Бетховена. Лунную сонату. И все обалдели. Огромный труд. Много часов, проведенных у фортепиано. Это сейчас, когда мы слушаем великих пианистов, и они рассказывают, как в детстве их заставляли. Я сама окончила музыкальную школу, два часа в день я могу провести за фортепиано. Поэтому это огромный труд. Спортсмены — это каждый день тренировки для того, чтобы поставить рекорд, для того, чтобы получить золото, эту вожделетную золотую медаль, стать лучшим. Это сколько труда этот человек вкладывает. Это не вдруг, ах, вот как он, повезло. Никому в голову не приходится сказать «повезло», правда? Все понимают, сколько труда в это вложено. У меня есть у нас племянник, ребенку 15 лет. Он каждое утро встает в 5 утра, потому что в полшестого у него уже начинается тренировка. Да, он входит в юношескую команду страны, он там уже большое будущее у ребенка, у него уже готовят к Олимпиаде, он занимается сплавами. Но это столько труда. Каждый день. И его, и его родители. Здесь не нужно встать в 5 утра. Ну, если у вас нет такой личной потребности. Но важно понимать, что это профессия, которую нужно овладевать. И эта профессия имеет очень большое социальную значимость. И я вижу вот одно из моих таких горячих желаний с того момента, когда это стало частью моей жизни. Это поднимать социальную значимость этой профессии, показывать, насколько это важно. И, кстати, мировая статистика говорит, что на втором месте по популярности профессии находится... Знаете, какая профессия? Менед? Я включу. Нет. Менеджеры по продажам. Продавцы. Сегодня, если раньше был дефицит, сегодня есть абсолютно все. Сегодня сложнее продать. Если раньше было сложно купить, сегодня сложнее продать. Хороший продавец. Вот кто в цене. Вот что важно. Поэтому на первом месте хирург, на втором месте продавец. И это навыком этой профессии можно овладеть. Навыками этой профессии. Это неприрожденный навык. Никто не родился супер-продавцом. Это все приобретаемое, абсолютно приобретаемое навык. Теперь смотрите. Мы уже упоминали сегодня маркелинг, что это отдельная большая тема. Но самое главное, важное, самое важное понимать, что главный девиз, то, что должно быть главным девизом человека, который занимается продажами, менеджером по продаже, это вот эти четыре строчки. Это суть нашего бизнеса. Нет клиентов, нет продаж. Нет продаж, нет бизнеса. Если не то ничего не продает и нет объемов, у нас не будет чека. Нет маркетинга, нет клиентов. А маркетинг, сейчас немножко расшифровку, так чтобы было понятнее, вложилось в голове. У маркетинга, у нашего с вами бизнеса, дорогие друзья, три основные задачи. Это поиск новых клиентов, удержание имеющихся и третий возврат тех, кто ушел конкурентом. Вот это и есть маркетинг. Так если вот, если нет маркетинга, вы делаете маркетинг в том случае, когда у вас есть клиенты. И много потребителей. Нет маркетинга, нет клиентов. Смотри, был первый. Нет клиентов, нет продаж. Вот это так очень коротко, это большая и очень важная тема, о которой мы будем много и подробно это все разбирать. Но мне важен сейчас вот этот акцент, в чем суть этого бизнеса. Сейчас проговорим о нескольких, о них мы обсудим первый сейчас, затронем миф. Об остальных мы будем говорить позже. Первый, очень часто, что говорят, ой, нет, 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 это не показывайте нам, но предлагайте, это не для меня. Это что, вот надо вот так ходить по улицам и приставать? Такие ситуации были у кого-то? Или только мне такое говорили? Были. Сейчас давайте попробуем развенчать вот этот первый миф, что не надо никому приставать и не надо никому ничего навязывать. И здесь есть абсолютно четкая схема, картинка, которая сразу же абсолютно облегчает задачу. Все люди на Земле делятся на две категории. 70%, порядка 70% людей, одна категория, они предпочитают делать покупки в магазине. Смотрю, Сережа, стал страшно, расширились было. Не, не переживай, совсем не страшная новость. Они предпочитают просто понимание этого, что нам дает. Они предпочитают делать покупки в магазине. Здесь несколько причин. Для кого-то вот магазин, все, здесь доверяем. Вот раз в магазине, значит там что-то. То, что там может стать просроченный товар. Не сертифицировать. Запросто. Абсолютно запросто. Ну вот эта внутренняя такая программа, что вот раз в магазине, значит тут все в порядке. И в магазине это круто. Для кого-то шутить это вообще в обязанной возможность выйти проветриться людей, увидеть себя, показать. Это тоже достаточно большая категория. А мы едут, мы говорим, давай я тебе домой принесу. Я тебе дома протестирую. Не надо домой, я влюблю их человек. Так вот, не надо тратить время на таких людей, пытаясь их переубедить, что это лучшее, что есть. Вот здесь уже либо вы их тронете собой, об этом мы будем сейчас говорить, либо нет. Но если вы видите, что это четко представитель этой категории, не надо. Следующий, не тратьте время. Так вот, есть хорошая новость. Вторая категория, порядка 30% людей обожает делать покупки через персональных консультантов. Это люди, которые любят, чтобы их крыжили, чтобы им уделяли внимание, чтобы им звонили, рассказывали, тестировали, делали мастер-класс, чтобы вот вокруг них чувствовать себя центром, чтобы вокруг них все крутилось. Вот я обожаю. Кто-то еще любит такое? Вот поэтому мы здесь. И таких людей тоже очень много. Это огромный рынок, огромный. Это более 2 миллиардов людей, и каждый третий. Это очень много. Это очень большой рынок, который нас очень ждет. А мы в это время можем тратить время на другого человека, которому это не столь интересно. Вперед, вперед, следующий. Итак, что такое продажа? Это не сидеть и ждать, когда кто-то придет и захочет у вас что-то купить. Это не сидеть и ждать, когда вам позвонит ваш клиент, который купил у вас 2 месяца назад, и возмущаться. Почему не звонит, не пробует, не просит дальше, ведь ему так понравилось. Продажа – это активное приключение покупателя. Это творческий процесс. Процесс выхода на все новых и новых клиентов. И преуспевает здесь тот, кто проявит больше энергии и творчества. Вспомните, пирамида Маслова. Какая последняя у нас этаж, последняя вершина? Творчество. Самоактуализация. Творческая составляющая – это очень важная грань человеческой природы. Так вот, в этом действии, в процессе продажи мы можем здесь развивать свою творческую реализацию. Есть еще один очень интересный момент. Американские ученые пришли вот как кем-то данным. Они любители статистических данных, обрабатываются большое количество людей. И вот, что они выяснили. Те люди, которые хотя бы периодически, иногда во что-то играют, играют. Это люди более жизнеустойчивые, более энергичные, более активные, позитивные. И знаете почему? Абсолютно здесь научная раскладка. Когда мы играем, внутри активизируются, включаются ресурсы, которые в обычном состоянии спят и работают. Вспомните себя. Боулинг. Какие-то семейные игры. Да хоть в карты, когда вы играете. Какие эмоции при этом? Азарт включается. Домино, все что угодно. Игры. Есть очень много семейных игр, когда вся семья садится и там что-то раскладывается. Это очень здорово. Это помогает внутри включать ресурсы, которые в обычном, в этом рутинном состоянии не работают. Это возможность выйти за рамки обычной, нормальной рутины. За рамки выходить, за рамки раздвигать их. Для того, чтобы выйти, их нужно раздвинуть самим. Это творческий процесс. Поэтому всем рекомендую относиться к продаже как к игре. Это игра. Да, играйте. Есть хороший здесь момент. Если сегодня что-то не получилось, завтра всегда есть шанс отыграться. Главное проанализировать. Главное четко вычленить, что было сделано не так, завтра сделать по-другому. Если вы относитесь к этому как к игре, вы абсолютно четко понимаете, что здесь вы передвигаете фигуры. Вы творец. Вы причина того, что происходит. Сегодня поиграла так, завтра буду играть по-другому. Вот вопрос, который заботит очень многих людей. Кто решил серьезно заняться продажами. Естественно, те, кому в первую очередь нужны деньги. Живые деньги. Продажи – это возможность быстро заработать живые деньги. Накормить семью, купить себе шмутку. Все, что угодно. Это живые деньги. Не надо ждать бонуса. Пошел, продал. У нас очень хорошая разница на продажах. И вот первый вопрос, который заботит большинство новичков. Куда идти? Кому это предлагать? Вот это был первый мой камень, камешек, о котором споткнулась я. Когда я заключила контракт, абсолютно вообще ничего не знаю, не понимая в этом бизнесе, исключительно эмоционально отреагировав на продукт, поскольку парфюмерия – это всегда вот… Это действительно, это наш с вами продукт, он вот особый. Особый каком? Не прошу, да не путать с термином уникальным. Мы сейчас совершенно не об этом. Особый в плане именно парфюмерия связан с носом. Нос обмануть нельзя. Это тоже… Нос невозможно ни в чем убедить. Нос – это вот реакция, под которую мы… То, как мы реагируем через обоняние, эта информация не обрабатывается. Она поступает в мозг, минуя лимфическую систему. Это такой отдел в мозге, таламус, где информация перерабатывается. То, что мы видим, то, что мы слышим, очень тактильное ощущение губы, глаза, нос, кожу… Губы, глаза, кожу, не нос. Можно обмануть. Нос нет. Поэтому вот это особая тема. Это, как говорила одна наша знакомая, это чармана. Вот это меня очень впечатлило. Исключительно вот… Все, у меня есть возможность использовать за роскошную парфюмерию, а в ней я знала долго. Вот и тогда это был момент, тот период в жизни, когда это был самый тяжелый период в нашей семье, в нашей жизни, когда все перевернулось ног на голову. И я вообще не представляла, как дальше жить и чего делать, поскольку Игорь остался без бизнеса, очень хорошего доходного бизнеса. Я на тот момент была просто мужной женой. А он думал, что в 35 лет он будет на пенсию, и будут обеспечены не только дети, но и внуки. Было все очень хорошо и замечательно. Домработница, машина с водителем. То есть все здорово и хорошо. И когда все очень быстро заканчивается, резко заканчивается, это очень больно. И три месяца я просто рыдала, потом я поняла, что что-то надо делать, иначе еще чуть-чуть меня просто не будет, во что-то я превращаюсь уже в такое нехорошее, надо сопли, слезы, все это куда-то намотать, чем-то быстренько заняться. И после, идя с презентацией, я заключила контракт вот на вот этом эмоциональном порыве, понимая, что у меня теперь хоть есть возможность пользоваться хорошей парфюмерией, только пробником, каждый день можно пользоваться другим, какая прелесть. На что мне тогда очень важную фразу сказала мама, знаешь, она по совместительству, она же мама, она же спортер, она сказала мне, знаешь, если ты хочешь хорошо кушать, если ты хочешь хорошо одеваться, если ты хочешь, чтобы твой ребенок что-то увидел в этой жизни, надо думать, детка, как зарабатывать деньги. Вот и привела меня на презентацию. Вот это все, что я могу вам дать. Дальше уже все зависит только от тебя. Я научу тебя всему, что я знаю. Но все зависит только от тебя. Прослушав презентацию, я очень хорошо помню эти слова. Я говорю их сейчас каждому своему дистрибутору. И научу тебя всему, что я знаю. Но дальше все зависит только от тебя. Мы идем с презентацией вместе с Тоней, девушкой, которая заключила презентацию в один день со мной. И она говорит, договор вместе со мной. В один день после первой же презентации она говорит, слушай, я работаю на шлейной фабрике. Ну мне так неудобно, у нас так много девчонок, но мне так неудобно ей предлагать, им предлагать. Мне как-то вообще, ну шутки, кто буду, они будут думать, сколько они зарабатывают. Хочешь, приходи ко мне. А я в это время иду и думаю, да, с тем идти, что с этим делать? Счастье, что у меня есть, можно подподушиться, но вот что с этим делать, как это продавать, кому это продавать, вообще Бога. И тут меня услышали. Тоня говорит, приходи завтра ко мне на фабрику, я тебя заведу в любую дверь, потому что продашь, прибыль пополам. Идет? Ну конечно, идет. Тоня, спасибо тебе. Для меня это была большая удача, потому что я вообще не знала, куда идти, чужой город. Да, для справки, мы только переехали на тот момент в Пишинек, мы жили в другом городе, он был чужим, то есть вообще. Я вот тут прихожу, Тоня открывает дверь, заводит меня в какой-то отдел, там сидит девчонка шесть, Тоня открывает дверь, говорит, привет, девчонки, это Диана, знакомьтесь, сейчас она тут кое-что интересное принесла, у меня такие классные ароматы. Пока. Тоня уходит, я провожу в этом кабинете 40 минут. Выхожу оттуда через 40 минут, заработав 22 доллара. За 40 минут это уже прибыль. Которая составила от продажи, 22 доллара. А так, для справки, на тот момент, моя зарплата, я устроилась в школу по специальности, вот на тот момент, 13 лет назад, зарплата начинающего специалиста, без категорий, без стажа, 17 долларов. Это было на тот момент в Молдазии. Круто. После того, как я могла зайти в магазин и не глядя на 300 долларов купить косметики, даже не задумываясь вообще ни о чем. В тот момент, вот этот момент в своей жизни я не забуду никогда. Вот когда я вышла с теми, 22 долларами, отсчитала Тони, честно, ее 11, довольная, счастливая, у меня в голове произошел щелчок. Меня просто вообще, у меня было ощущение, что у меня выросли крылья. Вышел другой человек, абсолютно пришла другая диамона из этого кабинета. И когда Тоня спросила, ну что, завтра придешь, здесь много кабинетов, я довольная, конечно, как сразу денежку сразу. Завтра придешь, у меня много кабинетов. Как вы думаете, что я ей сказала? Нет, сама у меня открывают двери. А что еще раз? Сказала мне, Тоня, не приду. В тот момент я поняла одну простую вещь. Двери я умею открывать сама. Тоня! Тоня сделала тоже. Открыла двери, представила меня. Я сама умею открывать двери. Я сама могу представиться и сказать, зачем я сюда пришла. Теперь поговорим о том, как это лучше делать. Итак, ведь вот рецепты, составляющие успешного продавца. Картинка «Успешный продавец». Что это такое? Поехали. Рецепт первый. Внешний вид. Здесь есть одна самая главная рекомендация. Он должен соответствовать времени и месту. Если вы идете в спортзал, если вы договорились с клиенткой встретиться в спортзале после ее тренировки, не одевайте деловой костюм. Там уместен будут и спортивные костюмы, более какая-то спортивная одежда. Если вы идете куда-то в офисы, подумайте, вы должны выглядеть так же, как люди, которые там работают. Вас должны считывать, люди считывают, сканируют нас, воспринимают нас, только на подсознательном уровне. Вспомните, у вас такое бывало, вы увидели человека, он еще рот не открыл, он еще ничего не сказал, но он вам уже почему-то нравится или почему-то не нравится. Бывало? Мы считываем друг друга, сканируем на подсознательном уровне. И вот это очень важный момент. Вот то самое первое впечатление, которое мы производим, когда мы входим, еще рот не открыл, нас увидели. У нас есть 30 секунд на то, чтобы вот это впечатление произвести. Все, что мы делаем дальше, это уже дополнительные плюсы или минусы. Это первое впечатление, это вот как отпечаток, который вот мы сделали, засохло, и уже ничего не исправишь. Оно на то и первое, его нельзя произвести дважды. Исправить потом гораздо сложнее. Это очень важно. И второй важный момент, относительно касательно внешнего вида, это эффект края. Вот 20 сантиметров сверху и 20 сантиметров снизу. Волосы, обувь, руки. Волосы всегда должны быть чистые, ухоженные кожи. Если вы, да, сейчас уже, пардон, такие подробности, но это важно. Если вы красите, меняете цвет волос, следите за тем, чтобы это было опрятно. Если нет возможности это делать часто, не надо становиться блондинкой, когда потом корни режут глаза. выбирайте, для нас это важно, для нашей профессии важен внешний вид. И вот это первое, что бросается в глаза. Волос. Если мы позиционируем себя, вот мы пришли, мы принесли красоту, с помощью чего мы делаем свою красоту, и показываем бакшу, показываем косметику, и как вот финальную точку над и парфюмерией, вы сидите с немытыми волосами, неопрятными, вас человек не спросит, это просто тут же внутри щелкнет. На себя посмотри сначала, и ты, и вот эта женщина мне это предлагает, все, это моментально идет отсекание. Обувь, вот это тоже та часть, на которую лучше не экономить. Здесь, во-первых, еще и физиологически, это ноги, наши ноги, они нас носят целый день. На одежке сэкономить, вот легко, вот здесь я очень проще к этому аннасуруюсь. Главное, чтобы она вам шла, чтобы это был правильно подобранный стиль, и чтобы это было ваше платье, ваше юбико. На ней не написано, сколько оно стоит. Можно за достаточно недорогие деньги хорошо одеться. Можно. Это не значит, что я против хорошей, дорогой одежды. Я знаю. Когда вы ее одеваете, вы понимаете, почему она столько стоит. Мы говорим сейчас о начальном этапе, когда нужно зарабатывать деньги. Так вот, на юбки сэкономить, на обувь купите хорошую. У нас есть такой потрясающий пример, один из наших дистрибекторов рассказывал, как она пришла в косметический салон, относить заказ к косметологу, человеку, который там работает. Она зашла, вот оставляет ее кулечек, там дает еще пару каких-то рекомендаций. На кушетке лежит женщина, у которой там замотан компресс или маска. Ну так вот она, по низу она виден. И Катюша, дистрибьютор наш, переговорила со своим клиентом, они уже прощаются. Тут клиентка, лежащая на кресле, говорит, «Ой, девушка, подождите, подождите, я тоже хочу, дождитесь меня». Потом Катя ее спросила, «Скажите, а вы почему у меня, вы же меня даже не видели?» Остановили. А мне так сапоги больше понравились. Вы представляете? Это важно. Это работает. Это на нас работает. Руки должны быть ухожены. Если вы любите яркий лак, я очень люблю яркий лак, практически всегда в ярком лаке. И я очень четко понимаю, что меня это обязывает к тому, чтобы следить, что если он лупится, его надо обновить. Это перекрасит. Должно быть красиво и опрят, иначе это срабатывает отвратительным совершенно образом на нас. Если вы это делать не любите, вам некогда, или еще по каким-то причинам, либо очень светлый, либо бесцветный, либо сделайте там гель, наращивание или еще чего-то, ну, продумайте, оптимизируйте это так, потому что мы, даже если вы не разговариваете руками, мы все равно мы их используем, показывая образцы, каталоги и так далее. Есть замечательная книга Лизбин Гилберт и есть «Молиться любить». Кто читал? А кто фильм смотрел? Конечно, книга, да, она шире вполне, но вот еще этот момент хорошо отражен в фильме, когда она учит итальянский, говорит, она в Италии, и вот она там рассказывает о них парикмахерской, какие она выучила слова, и вот она их там передает, это так, это так, и тут парикмахер не выдерживает, и говорит «Как ты говоришь? По-итальянски нельзя так разговаривать, итальянцы разговаривают руками, жестами». Поэтому вот их считают самым экспрессивным народом. Руки должны быть ухожены, аксессуары, сумка, украшения. Часто спрашивают, насколько это приемлемо, это очень приемлемо. Это тоже такие агенты влияния. Человек смотрит, он это рассматривает, он больше на вас концентрируется. Если вам это комфортно, это понимает, что если вы не любите украшения, надо на себя повесить по прикушке. Нет. Если вы это любите, отлично, замечательно, любите и украшайте себя, надевайте. Следующий момент. Да, по поводу... Вот у нас тут на слайде одна девушка в юбке, одна в брюках с юбкой. Юбка, платье. И сейчас это можно, опять же, это возвращается, чтобы женщина была в юбке, женщина была в платье, но не играйте с длиной в юбке. Потому что когда, ну вопрос, как хорошо одеться, или так, чтобы выделяться, и девушка, женщина стремится надеть там лучшее платье и показать свои лучшие части тела, вот тогда может закраситься вопрос, что жена на самом деле продает, да? Поэтому здесь тоже нужно с этим быть очень аккуратно. Юбка должна быть лучше ладонь до колена, либо ладонь от колена. Вот это самая такая оптимальная длина. И вы себя будете чувствовать тоже комфортнее. Следующий момент. Дайте нам следующее слайд, пожалуйста. Приветствие. Да, знаешь, все любят эту картинку, я ее тоже очень люблю. Это очень важный момент. И здесь важно сразу же расставить акцент. Когда я захожу, на КО особенно, а это касается незнакомой аудитории, или если там есть еще люди, которые меня не знают даже, я пришла к своим клиентам, и особенно если это новая аудитория, от чего чаще всего робеют, особенно новички, да? Согласны? Я захожу и громко говорю, здравствуйте. Я не продолжаю говорить дальше, пока на меня не поднимут глаза. меня должны увидеть. Дальше продолжать дальнейшее говорение, это будет какое-то вещание по радио, на которое будет просто таким шумовым эффектом. Если я не вижу реакции, я еще раз повторю, здравствуйте. И тут им уже станет просто интересно, да что ж такое-то? Стоит. Да хотя бы раз интересы, уже посмотрят. И вот тут я уже заступаю, когда меня увидели. То есть очень важно представиться. Вот то, что я поняла еще тогда. Открыть дверь. Какую дверь? Вот не договорила тогда. Любую. Любую дверь. За каждой дверью сидят люди, которые могут стать вашими потенциальными клиентами, либо партнерами. Все. Я абсолютно четко тогда поняла, что каждый человек, которого я встречаю на своем пути, может быть, либо моим клиентом, либо моим партнером. Выбор за ним. Я предложение сделала. Мой манифест к миру, он есть. Я его сформулировала. Я свою часть работы сделала. Вот этой программой. Вы сформулировали свое предложение. Свой манифест. Это первое домашнее задание. Определите свое предложение, свой манифест, внутренний манифест, на что вы будете притягивать людей. И вот здесь, возвращаемся к этому слайду, очень важно представить себя. Для того, чтобы вы перестали быть кем-то безликим человеком с улицы. Важно очень четко это сделать. И когда я думала о том, как бы это сделать мне, мне пришла на память картинка из знаменитого фильма, знаменитая Бендиана, как представляется, Джеймс Бонд, снимая шляпу. Бонд. Джеймс Бонд. Вот как припечатал, да? Точку поставил. На меня это производит впечатление. И я думаю, наверное, я не одна, на кого это производит впечатление. Вот так же абсолютно четко я представляю. Здравствуйте. Я Диана. Диана Гитер. Все. Они моментально напоминают, как меня зовут. Причем, конечно, какая мразия. Какая у меня фамилия. Но я ее произношу, потому что это усиливает эффект. Я уже не какая-то там с улицы пришла. Они меня уже знают. Они меня видят. Я говорю, нормально, все тут абсолютно адекватно. Это очень важный момент. Это второе домашнее задание. Придумайте свой способ представления. Нравится это? Берите. Все, что нравится, берите, принимайте, используйте. Что не нравится, оставляйте и идите дальше. Найти свой способ представления. Это очень важная деталь. Важный момент. Следующий момент. Комплимент. Умение сделать комплименты, это очень важный навык. И над этим тоже можно поработать и нужно поработать. Это тоже навык абсолютно приобретаемый и легко тренируемый. А чем больше практикуешься, тем совершеннее работаешь. Чем больше играешь, тем чаще выигрываешь. Для того, чтобы выигрывать, нужно чаще играть. Так вот. Если у вас получилось сделать удачный комплимент, вот можете сразу поставить 10 баллов, вы очень сильные, сразу же поднимаетесь в глазах своего клиента. Знаете, какой самый удачный комплимент для женщины? А что, раньше, в прошлый раз я выглядела плохо, а вчера хуже. Смотрите, здесь есть такая ловушка, там, ой, вы как сегодня там знала замечательное платье, а раньше, значит, я одевалась непонятно кто. Есть универсальный, сейчас поделюсь им, универсальный комплимент. У вас что-то, вы замечательно выглядите, у вас что-то изменилось, я не могу понять, что. И вот тут она вам сама с удовольствием расскажет, что она похудела, что она изменила цвет волос, что она постриглась, или что она поменяла стиль одежды. Она выдаст вам то, что нужно похвалить. Вот чтобы не гадать, что похудели вы, что ли, она раньше была толстой коровой, чтобы не поймать вот эту точку, где можно промахнуться. Вы замечательно выглядите, у вас что-то изменилось, но я не могу понять, что. И она вам тут же сама расскажет. Да нет, все как обычно, но жутко такая удачная, тут же она выдаст то, чем вот она, что нужно похвалить, так, чтобы попасть в точку. Комплимент — это инструмент для поддержания ощущения собственной значимости. Дальше. Момент установления контакта. Здесь несколько таких подпунктов. Хочу опять подчеркнуть глаза. Когда мы заходим, здороваемся, ждем, когда она нас посмотрит, обязательно всех, и каждого, кто сидит в этой комнате, охватить глазами. Это обязательно. Почему? Если мы, не даром старая русская пословица в старинной классе, глаза — это зеркало души. Заметьте, ни волосы, ни руки. Зеркало? Чего? Много вариантов. Глаза — это зеркало души. Поэтому, когда мы не видим глаза, когда человек не смотрит в глаза, появляется ощущение, что он либо что-то скрывает, либо брет, либо обманывает, что-то здесь не так. То есть какие-то уже внутренние червячки начинают шевелиться. Вот абсолютно язык жестов, язык тела, то, что мы транслируем своими движениями, позой, телом, можно трактовать еще, есть моменты, которые можно трактовать по-разному. Вот эта поза, чаще всего в классической трактовке воспринимается как? Закрывает чувство. А здесь еще знаете, что можно? Человек у пола. Вот он стоит вот так. Но мы моментально вот это считываем, как все, закрывает. Мы не раскладываем для себя. Это просто идет абсолютно на подсознательном уровне. Это просто вот из этого выкладывается, как пазлы собираются, наши отношения к нему. Поэтому, когда мы не видим глаз, когда мы общаемся с человеком, если вы что-то рассказываете, показываете, предлагаете, глазами держите, все, вы облегчаете себе задачу во много-много раз. Если вы ищете спасательные слова, очень часто, новички, которые волнуются, сейчас вам расскажу, покажу, и вот начинают бегать глаза, судорожно вспоминать, правильный текст. Не надо вспоминать, постараться вспоминать. Вы можете просто выучить один раз. Но если уж не выучили, важнее, как мы говорим, это важнее даже того, что мы говорим. А если вы прекраснейшим образом выучили всю информацию о продукте и выкладываете ее клиенту, не глядя на него, не задевая, не трогая, а информируя, как прогноз погоды, результат будет нулевой. А вы прекрасно все выучили. Улыбка. Обязательно. Улыбка. Вот отдача от нашей улыбки, она просто множество, множество на количество людей, которые перед нами находятся. Это самый эффективный способ общения. Такая деталь, помогающая нам налаживать мостики с теми, с кем мы общаемся. Предлагаю очень хороший такой маленький тренинг. Попробуйте три дня ходить улыбаться. Всем улыбаться, абсолютно всем, домашним, наукриться, абсолютно всем. Это... Вы, во-первых, себя по-другому почувствуете. Вы знаете... Вот это первое, о чем начинают думать люди. Нет, не так дурачок. Вы знаете, это ведется в такой... Ведь когда мы улыбаемся, подождите к зеркалу, когда вам грустно, улыбнитесь и продолжайте улыбаться до тех пор, пока не подчетливайте себя по-другому. Это совет психологов. Это совет психологов, абсолютно работающий. Что здесь обратное... В обратной цепочке оно работает точно так. Нам хорошо улыбнулись? Начинайте улыбаться, думайте, что в своем уме не состояли. Есть фирма, которая продает по телефону. Так вот, своих агентов, менеджеров, которые сидят на телефоне, общаются с клиентами, их обучают улыбаться, общаясь с клиентом по телефону. То есть разговаривая с клиентом даже по телефону, его не видят. Но он должен улыбаться. Почему? Другая эмоция идет. И голос по-другому звучит. Попробуйте дома, поговорите без улыбки и поговорите с улыбкой. И вы почувствуете сразу разницу, сразу же теплее, ближе, роднее. Все моментально нам важно, чтобы это считывалось как свой. Убираем масло чужое. И теперь несколько таких конкретных рекомендаций. Техника зеркаливания, что это такое? Это уметь сделать подстройку под колеями. Это важно абсолютно, общаясь абсолютно со всеми. советую это оттачивать в любых ситуациях. Это касается не только продаж, а в жизни вообще, в целом. Я это заметила еще в университете. Когда вообще начинала общаться с людьми, я вообще как-то могла ходить давать взятки преподавателям за всю группу. Я была старостой, это делала я. Особенно когда сессии, экзамены и так далее. Потому что я очень четко тогда поняла, что раз тебе надо договориться с человеком, тебе надо максимально под него подстроиться. То есть, если он сидит, там, сложив руки или нога на ногу, на ногу, сядьте так же. Подперев рукой, сядьте так же. Если он говорит быстро, постарайтесь подстроить темп речи под его темп. Если он говорит более медленнее, постарайтесь уловить этот ритм. Темпа, учитесь настраивать тембр тоже. Если у человека более высокий регистр, старайтесь немножко тоже под него подстроиться. Если он говорит чуть ниже, спокойнее, это не смешно. Просто начните это делать. Это интересно. Вот эта игра. Вот это та самая игра. Вот это тот самый плацдарм, где мы можем включать вот эти ресурсы. Где вы еще это сделаете? У вас есть вариант? Нет. Это такая... Не я имею ввиду вообще, ну в автобусе правильно общаться, чтобы оттачивать мастерство. Но процесс продаж это самый обалденный полигон вот по оттачиванию своих вот навыков коммуникативных. Это один из очень важных моментов личностной составляющей. Продажи это потрясающий полигон, который предыдущий приносит деньги. Мы работаем над собой, мы улучшаем себя и за это еще получаем деньги. Супер? Супер. Улыбку мы проговорили, приветствие рукопожатия. Вот очень важный момент. Серьезный момент. Принято считать в нашем обществе, что руку для рукопожатия протягивают мужчины, да? Здороваются ли за руку женщины? Очень часто спрашивают. Да. Да. И это тоже очень сближающий жест. Кто должен первый подавать руку в случае когда две женщины понятно. Если мужчина и женщина. Женщина. Совершенно верно. Мужчина должен ждать подаст ли ему руку женщина. Незнакомый мужчина, пожавший руку незнакомой женщины, уже психологически ощущают себя должным. Вам уже должным. Понимаете? Вот это четко. Это позиция мужчины. Я трактую это по-другому. Мы автоматом поднимаем свой статус в глазах мужчин. Мы на равных. Как мы протягиваем руку для рукопожатия? Не так? И не так. Так это подавляющая позиция. Это я нам все для вас готова. А это условно говоря. Вот это самое правильное, абсолютно четко. Мужчине мы не протягиваем вот так для поцелуя. Мы протягиваем, да, если он захочет, он ее поцелует по-любому. произверли. А для рукопожатия очень четко мы протягиваем стряк и это очень хороший, вежливый жест. Женщина протягивает мужчине руку первая, потому что если она не хочет с ним прикасаться, ему прикасаться, здороваться за руку, мужчина понимает, что все, я этого не делаю. Если протянули руку, все, первое. Следующий момент. Держи дистанцию. Мы комфорта. Что это такое? Есть люди, для которых есть такие средние понятия о зонах. Есть зона комфорта, это зона вытянутой руки, порядка 45 сантиметров, когда мы общаемся с человеком, потому что дальше уже 15 сантиметров ближе это личная зона. А меньше 15 это интимная зона. Если мы рассказываем что-то человеку, а есть любители, вспоминайте среди ваших знакомых, которые делают это вот так. Это моментально. Внутри я еще как сделать вот так. Поэтому самая оптимальная дачка самая оптимальная зона комфорта 45 сантиметров, зона вытянутой руки. Дальше тоже это уже не зона влияния, когда мы общаемся в этот темп, лучше ближе вот это расстояние. Поэтому не подходим очень близко. Когда мы заходим и хотим начиная общаться, мы не возвышаемся. Допустим, сидят, аудитория сидит. Вы сходу зашли, поздоровались и начинаем очень часто бывает. Когда я смотрю, как новичок это делает, зашла, поздоровалась зипая, я пришла вам рассказать и пошла ля-я-я-я-я. Стоп. Сначала опять-таки позиция на равном, помните, да? Присесть. Но не плюхаемся туда, где увидели. Почему? Здесь несколько ловушек. Во-первых, представьте себе, чтобы вам домой пришел человек. Вы где самое любимое место, где любят поговорить? О кухне. Вы зашли, чаечек поставили, и тут вы смотрите, что он сел на ваше место. Но особенно есть люди, для которых это не так важно. А вот вам чаще всего в доме, на работе есть у каждого свое место. Вот нас абсолютно на кухне, столовой, где мы кушаем. Есть место, где я сижу, есть папина место, где сидят наши дети, где сидит бабушка, когда она приходит. У каждого свое место. Если садятся... Оно про такой гласный закон. Если садятся на мое место, мне некомфортно. лично мне некомфортно. Я, конечно, скажу человеку, встань, пересядь. Я не скажу, но вот у меня уже что-то внутри происходит. Я так не все реагирую, но вы же не знаете, так человек реагирует или нет. Поэтому я всегда спрашиваю, где я могу присесть. Во-первых, это сразу же, они, может, просто еще не сообразили, что мне нужно предложить присесть. Работа идет, вот имени меня увидели. Кто-то сразу же человек более вежливый, не значит, что он нележливый. Здесь многие могут моменты сложиться. Я снимаю сразу же этот вопрос, где я могу присесть. Пока вот здесь все, всем комфортно. Я не заняла ничье место, и всем удобно. Поэтому максимально хотя бы вот такие элементарные моменты используя, и не думайте, что это сложно и нужно постоянно контролировать, что сделать и как сказать. Начните это делать. И это будет происходить автоматом. И общаться будет гораздо легче. На этом мы уходим на перерыв. Здесь 10 минут давайте постараемся вовремя со мной снятия человек, который просто даже не поднимая головы, даже не глядя туда, просто строчит вслед за его словами и записывает. Мой муж при этом просто он не мог себе найти места. Я думала, что меня придушит, пока уже перерыв объядут. Почему я должен за свои деньги сидеть и смотреть на эту лысину? Это конечно было адресовано мне, опоздали из-за меня американскую лысину. То есть это абсолютный визуал, для него настолько важно видеть, что очень сложно воспринимать информацию, если не видеть. Мне в принципе достаточно легко. К чему я это говорю? Вы не знаете, кто сидит перед вами. Нам нужно максимально задействовать все три канала. Максимально. Мы должны, мы говорим, знать хорошо свой продукт. обязательно должен быть несколько каталогов. Несколько каталогов. Не один каталог, у хорошего продавца всегда с собой как минимум несколько каталогов. Потому что если вы работаете с аудиторией и вы же не будете выдирать у одного человека сказать, ну вот теперь дайте посмотреть коллеге, передайте дальше. Если вы знаете, что вы идете в коллектив, а не к конкретному одному человеку клиенту, там есть еще люди, у вас должно быть несколько каталогов и тут же всем раздали. Вы рассказываете эти картинки, комментируют, они видят, они вас слышат. Как включить кинестетический канал? У кого в сумке есть флакон? Всегда. А у кого не один? И для мужчин сейчас тоже просто песня сейчас. У нас есть 18 миллилитров миниатюра просто замечательно. Пробники пробники, тестеры, да, но очень важно должен быть флакон. Ваш флакон. Обязательно. Когда вы достаете и даете в руки, у человека уже срабатывает вот этот момент оплодания. Может потрогать, пощупать. У меня была история, когда мужчина выбирая для жены подарок, я достала свой флакон, и я буквально два раза надушилась. Новый был, только недавно открытый. он говорит, как нравится, я его себе беру. Сколько? Я говорю, погодите, я вам сейчас привезу новый, это мой, я уже успела два раза попользоваться. Не надо, ничего не видно, он полный. Я хочу этот. Я снова привезу упакованный, зацеллофонированный. Да не надо, мне этот нравится. Все, он уже с ним расстаться не хотел. И его купил. Ну хочет, бери, я буду с ним спорить. Здесь, кстати, вот фраза, которая здесь напрашивается, клиент всегда прав. Клиент чаще врет, но за этим обязательно что-то стоит. Поэтому очень важно вот здесь опять-таки почему мы говорим про подстройку, про отзеркаливание, меня настроиться на его латы и позу. Опять-таки когда он вас считывает как свой, а не как чужой, вам проще выяснить, что он на самом деле хочет вам сказать. Поэтому используем все три канала. Не уходите от клиента, даже если человек вам говорит, что сегодня его ничего не интересует, он не хочет сейчас ничего покупать или смотреть, протестируйте аромат. Не уходите просто так. Нанесите аромат. Вы уйдете, он останется. Обязательно оставьте визитку и нанесите аромат. Вот это то, что нужно сделать обязательно. Вот здесь вам поможет улыбка, вот здесь вам поможет то, что вы уже к себе расположили. Просто скажите четко и кто на мне терпящем возражении. Дайте пожалуйста вашу левую руку, там или правую какую-то девушку мне сразу протянули. Все, и нанесите быстренько аромат и оставьте свою визитку. Обязательно ваши контактные телефоны. Для того, чтобы человек купил, здесь должно срастись несколько моментов. Сразу должны быть деньги на данный момент, должно желание у вас купить появиться у него. поэтому вот ему понравилось и все ему понравилось, но он купит не сегодня, а через неделю, когда зарплата будет. Поэтому очень важно при этом красиво расстаться. Что мы делаем дальше? Очень здорово облегчает процесс общения и ведения клиента в картотеках клиента. Что это такое? Это отдельный блокнот, который мы ведем своих клиентов. Несунгурные записи, блокноты, где мы ведем все. Там вплоть того, что список что-нибудь купить в магазине, потом убежало в офис, то, что мы сегодня поработали, прослушали в лес, школу спонсора, тут же какая-то еще другая информация, следом клиенты это отдельно. Это просто наша, это наша клондай, это то, что нас кормит. Постоянные клиенты это постоянные деньги, но для того, чтобы эти клиенты стали постоянными, нужно с ними выстраивать долгосрочные отношения. То есть это все должно быть красиво и в удовольствии клиенту. поэтому для того, чтобы облегчить задачу себе и красиво вести и удобно клиента, вот это очень такая простая схема, которая замечательно работает. Это то, что предлагаем мы. У нас это работает, кому комфортно, принимайте. Посмотрите, здесь схематично обязательно мы записываем, куда мы пришли, когда дату, как зовут человека, телефон, и пишите где вы, куда вы пришли, почему это важно. Элементарная информация, но проходит неделя и вы уже забудете об этом. Да и не надо, зачем держать в голове, как ее зовут, кто что купил, кто что выбрал. Это очень удобно. Вы записываете все то, что вы тестируете. Посмотрите, с правой стороны, вот этот правый П, З, П, Л, правое запястье, правое локоть. Зоны, куда мы тестируем, пульсовые зоны, там, где быстрее всего идет раскрытие аромата. Четыре аромата, это максимум то, что мы тестируем за один раз. Поэтому необходимо иметь тестерный блокнот с блотерами, надушенными в этом аромате, что значительно облегчает нам жизнь. Клиент имеет возможность выбрать из большого количества аромата, аромат, я представляю этот номер. Не, ребят, надо было весь совет тут потому что им не хватает куда-то типа запрещено. у вас со мной сидит и говорит что такое шуминое.